Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Юрий Гагарин совершил полет в космос и началась эра освоения космоса. На научно-производственном предприятии «Звезда» прошла благотворительная экскурсия. Я изобретила на нем надежду и любовь для детей Донбасса, у которых сейчас нет видного неба. Об акции «Доброе дело», направленной на помощь жителям ЛДНР, расскажем в сюжете. Есть представитель школьной местной самоуправлении? Владимир Ружицкий провел для школьников урок по местному самоуправлению. Отработанная покрышка в земле разлагается более 100 лет. Где утилизировать старые шины, чтобы не навредить окружающей среде, смотрите в конце выпуска. А теперь подробнее об этих и других новостях. В администрации городского округа Люберцы состоялось еженедельное оперативное совещание. Руководители управления и ведомства читались в работе, проделанной с 11 по 17 апреля. Подробнее в нашем сюжете. За прошедшую неделю в полицию поступило 1900 обращений. Возбуждено 36 уголовных дел, из них 29 раскрыто по горячим следам. Также было совершено 179 ДТП. Личный состав еще раз работает в усиленном вынесении службы. Готовимся к праздникам, которые скоро будут. Также таких резонансных преступлений никаких не совершено. Подразделением пожарной охраны совершено 55 выездов, из них 8 на пожары. Также 15 апреля на Кореневском карьере во время рыбалки двое мужчин провалились под лед. К месту выехали аварийно-спасательные службы Люберецкого гарнизона. Пострадавшие 63-х лет и 68-го года рождение извлечены из воды и переданы в станцию скорой муниципальной помощи. Изъявленные за переохлаждение организма инспитализированы в лечебном учреждении. На 2022 год запланирован ремонт 146 подъездов. Из них 42 уже отремонтированы и 56 находятся в работе. Продолжается замена лифтового оборудования в многоквартирных домах. Установлено 5 новых кабин и 3 находятся в работе. Также в городском Круг Люберце реализуется краткосрочный план по капитальному ремонту многоквартирных домов. На 2022 год запланирован ремонт 135 многоквартирных домов. Уже выполнен ремонт в 19 и в работе находится 36 многоквартирных домов. Проводились плановые работы по влажной уборке и очистке проезжих частей. Вывезено 226 кубических метров мусора, окрашено 36 остановок и 250 метров бортового камня. За отчетный период подрядными организациями отремонтировано 377 ям общей площадью 565 метров квадратных. По обращениям граждан выявлено и перевещено на специализированную стоянку 6 безхозяйных транспортных средств. Перевещено на штрафную стоянку 124 автомобиля. В эту субботу состоялся финальный день благотворительной акции «Доброе дело». На протяжении недели на базе школы округа работали 38 пунктов приема помощи для жителей Донбасса. Всего в рамках акции собрано более 15 тонн гуманитарного груза. Люберчане приносили игрушки, вкусные подарки, книги, одежду, какие-либо средства личной гигиены. В субботней акции участие приняли глава округа Владимир Ружицкий, а также зампредправительства Московской области Анна Кротова. В завершении встречи Владимир Ружицкий поздравил с днем рождения заместителя главного редактора газеты «Люберецкая панорама» Эму Борисову. Глава округа подчеркнул профессионализм и надежность именинницы. Дмитрий Гринчев, Сергей Гвоздев, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. Люберецкие дворы приводят в порядок после зимы. В округе продолжается месячник по благоустройству. Основное внимание сотрудников управляющих компаний направлено на детские спортивные площадки, тротуары и входные группы МКД. Подробности далее. Три дома, три детские площадки и две зоны для занятий спортом. Жилой комплекс на Октябрьском проспекте 1 словно небольшой город в городе. Общий двор огорожен, работает круглосуточная охрана, во всех подъездах дежурят консьержи. К вопросу порядка и чистоты здесь подходят основательно. Жильцы дружные у нас, мы тут все, практически все друг друга знаем. Начиная с фундамента называется. Мы тут вообще с фундаментом, мы еще видели, как строится весь этот дом. Поэтому сами тоже принимаем, активисты собрались, сами тоже принимаем активное участие. Хотим, чтобы наш комплекс стал отправленным. Говорю, давайте сделаем его образцово-показательным. Вот он у нас, вот такой красавец. Но какими бы активными ни были жители, основная работа на плечах управляющей компании. В прошлом году жилой комплекс взяла в свое ведомство организация «Уют». На территории установили новую детскую площадку, обновили асфальт и элементы благоустройства. Сейчас, как и во всех дворах округа, здесь проходит генеральная уборка. Основной акцент делается на газоны, на тротуары, на проезжей части. После зимнего периода они все приводятся в порядок. На данный момент все газоны приведены в нормативное состояние. Сейчас ведутся работы по дополнительному благоустройству, по высадке дополнительных зеленых насаждений, вот и по устройству дополнительного газона, которое делается в рамках обращений наших жителей. А это жилой двор на проспекте Гагарина. Здесь не ждали объявления месячника по благоустройству. За чистотой территории следят 60 дворников. Двери управляющей компании всегда открыты. Мы действуем с жителями, у нас есть чаты, они пишут нам. Мы стараемся оперативно действовать. Оглашаем жителей принять участие в субботнике и тоже какой-то внести вклад в благоустройство своей территории. И поддерживать чистоту, потому что чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Девятилетний Мирима Торкина отдыхать в своем дворе комфортно. Здесь площадки, тут красивый двор, рядом находится школа. Это очень удобно. Мы пообщались с жителями, именно с мамами, которые привозят детишек. У них, по сути, нет замечаний. Очень часто критикуем управляющей компании. Реально критикуем, потому что из-за что. Городское хозяйство требует внимания тоже ежедневного, поэтому мы стремимся этому уделять внимание. В рамках государственной программы Московской области формирование современной комфортной городской среды в Люберцах ежегодно благоустраивают не менее 10% от общего количества дворов, а их в округе – 689. Луиза Игиазарян, Богдан Колесников, Петр Пономаренко, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Вопросы поддержки бизнеса в современных реалиях. Женщины-предприниматели городского округа Люберцы встретились за круглым столом, чтобы обсудить перспективы дальнейшего развития. В заседании приняла участие председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России Екатерина Богдасарова. Подробности о ее визите в Люберцы в материале нашего корреспондента. Знакомство Екатерины Богдасаровой с люберецким женским бизнесом началось на предприятии «Фабрика природы». Его возглавляют две женщины – Седа Хункаева и Анна Хабарова. Компания выпускает продукцию из татарской гречихи. В ассортименте – шоколад, кондитерская паста, варенье и даже чай. Мы самый крупный производитель шоколада по технологии «Бентубар». Это от начала сырья, заканчивая до выпуска готовой продукции. То есть какао-баба и все составляющие. Также мы производим уникальный гречишный чай. Он имеет полезные свойства. Много магния содержит. Полезен как детокс-напиток. Как и все другие российские предприятия, работающие с импортным сырьем, компания проходит через определенные сложности. Но тем не менее, фабрика не останавливается ни на день. У владелец есть планы по дальнейшему развитию. Ими они поделились с коллегами за круглым столом. Немного переориентируемся на другие рынки, на которых мы уверены, также будем не менее успешны. И будем поддерживать друг друга в такой непростой период. Будем не только компаниями, которые возглавляют женщины, но и большим сообществом, которое будет всячески друг другу помогать и друг друга поддерживать. Помогать и поддерживать обещают и местные власти. Предприниматели городского округа могут рассчитывать на льготные кредиты, компенсации и стартовый капитал в размере 400 тысяч рублей. Я хотел бы вот этой девчонке, кто здесь вот находится во главе с Екатерой Юрьевной, искренне и удачи, и благополучия, и каких-то таких творческих, новаторских подходов во всем этом. Это очень важно. Что не получается, вы подсказываете им. По ходу будем это все править. Кроме бизнеса, на встрече обсудили и другие темы – работу женских общественных организаций, а также реализацию благотворительных и социально значимых проектов. Екатерина Багдасарова вручила генеральному директору фабрики «Пихорский текстиль» Елизавете Терешкиной наивысшую награду Союза женщин России – памятную медаль дочерям отчизны. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всероссийская политическая партия «Единая Россия» нацелена на развитие селекции и семеноводства овощных культур в условиях санкций недружественных иностранных государств. Этой проблеме посвятили отдельное совещание, участниками которого стали представители власти, научного сообщества бизнеса и производители сельхозпродукции. Организаторы решили разобраться, что на самом деле происходит в отрасли селекции и семеноводства овощных культур. И приехали в одну из подмосковных компаний. От скрещивания до гибрида ещё тоже нужно 5-6 лет, чтобы отобрать. И вот сегодня скрестили 5 тысяч, имею в виду, в течение 3-4 недель. А на рынок попадёт 1-2 гибрида. В агрохолдинге «Поиск» селекцию ведут по 18 овощным культурам. За 25 лет селекционной работы здесь созданы 820 сортов и гибридов, каждый из которых зарегистрирован в Госреестре селекционных достижений. «У нас достаточно серьёзные результаты по селекции овощных культур для открытого грунта. Сегодня мы порядка 10% занимаем в России поселенных площадей. Разработка профессионально грамотной программы и её реализация могла бы вывести отрасль на другой уровень». Вице-президент Российской академии наук Ирина Донник обратила внимание на необходимость поддержки селекционеров и дала оценку результатам научной деятельности агрохолдинга. «Вот это предприятие как раз демонстрирует, как можно провести активное импортозамещение во всех вопросах, связанных с нашими отечественными семенами и обеспечением наших отечественных производителей именно овощными культурами». Ещё одна важная тема – сокращение бюрократических барьеров и количества платных услуг в области селекции и семеноводства. Выведение новых сортов семян и гибридов необходимо финансировать на основе государственно-частного партнёрства. «Моё личное мнение, что все вопросы, связанные с фундаментальными исследованиями, с научными разработками, сохранение биологического разнообразия, должны финансироваться за счёт государства. А вот все прикладные вещи, выведение сортов, семян, гибридов, это всё-таки должно попойти на государственном частном партнёрстве. Перед нами поставлена очень амбициозная задача в течение 8 лет практически достигнуть уровень совеспеченности отечественных семян до 75%. Выездное совещание продолжили в учебном центре агрохолдинга «Поиск». Координатор направления народной программы партии «Развитие села» Надежда Школкина рассказала о новых мерах поддержки агропромышленного комплекса и напомнила слова Михаила Мишустина во время его недавнего отчёта перед депутатами Государственной думы. «Земли должны работать, и что в ближайшие три года правительство планирует ввести в оборот 13 миллионов гитаров, и на это предусмотрено в госпрограмме соответствующий финансированный размер 110 миллиардов рублей». В России лидером по производству овощей называют Дагестан. Но если раньше производители, например, капусты, чаще ориентировались на сорта и гибриды зарубежной селекции, то теперь налаживают отечественное производство. «Компания «Поиск», «Тимирязевская академия» приехали в Дагестан и работают с нашими овощеводами. И сегодня дагестанские овощеводы потихоньку меняют курс на сорта и гибриды овощей отечественной селекции. Дагестанский опыт и плюс к климатическим условиям позволят проблему семеноводства капусты в России решить на дагестанской земле». Семеноводческим предприятиям важна поддержка со стороны государства. Им нужно предоставлять земли на льготных условиях и в приоритетном порядке. Также в отрасли необходимо внедрить механизм государственно-частного партнёрства. Участники совещания высказали надежду, что данное мероприятие станет поворотным пунктом в развитии отечественных селекций и семеноводства овощных культур. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. 20 апреля отмечается Национальный день доноров. В 1832 году в этот день акушеры Санкт-Петербурга Андрей Мартынович провёл первое успешное переливание крови. Как сейчас происходит кровосдача на Люберецкой станции переливания крови, узнала наша съёмочная группа. Я являюсь активистом «Молодой гвардии», и мои коллеги подали мне примеры и показали, что это довольно-таки полезное дело. Менее здоровой я не стала, а людям помогла, поэтому очень приятно. Татьяна Тарновская стала донором впервые. Девушка специально ждала своего 18-летия, чтобы прийти на станцию переливания крови. Теперь 20 апреля её праздник. А вот Владимир Алайкин на протяжении 10 лет сдавал кровь более 40 раз. Он – почётный донор. На работе профсоюз предложил сдать кровь первый раз. Я не отказался. Вот теперь хожу. Когда раз в два месяца, когда чуть дольше, раз в три месяца. Ничего такого страшного. Ни разу ни обмороков, ничего, ни голова не кружилась. Чтобы стать почётным донором, необходимо сдать 40 раз цельную кровь, либо 60 раз плазму. Такие люди имеют льготы на услуги ЖКХ, бесплатный проезд на общественном транспорте и ежегодное пособие – 17 тысяч рублей. Также за каждую кровосдачу выплачивается по 800 рублей. Наши доноры готовятся в течение двух суток, исключают жирную, жареную, копчёную пищу, молочно-кислые продукты, употребляют сугубо крестьянскую, скажем так, пищу и побольше пьют водички. Алкоголь исключают за два дня. В Неберецком округе проживает 83 почётных донора СССР и 901 почётный донор России. Поздравить некоторых из них, а также сотрудников станции переливания крови, приехал Владимир Ружицкий. Глава округа вручил благодарственные письма и отметил значимость донорства. На этой станции переливания крови у нас сегодня работают 12 человек. Это врачи, медсёстры, которые профессионально занимаются этим делом. В год где-то около 3000 человек сдаёт кровь. Донором может стать любой совершеннолетний гражданин Российской Федерации, не имеющий инфекционных заболеваний. Ежемесячно пациенты Люберецких больниц нуждаются в 120 литрах крови. Не обязательно быть супергероем, чтобы спасти чью-то жизнь. Достаточно стать донором. Дмитрий Гринчев, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. Активисты Люберецкого отделения Союза женщин России передали в Люберецкий роддом вещи для недоношенных малышей. 60 комплектов пледиков, шапочек и носочков, изготовленные из гипоаллергенной пряжи фабрики «Пихорский текстиль». Акция «Я свяжу тебе жизнь» стартовала в округе 5 лет назад. С каждым годом она вовлекает всё больше люберецких рукодельниц. Продолжается акция, но сразу подчеркну, она и не закончится, потому что дети рождаются. И, к сожалению, в свете событий, пандемии, сейчас вот этих военных действий, это негативно сказывается на девушках беременных, на мамочках. И растёт число недоношенных детей. Ну и вот это движение, когда мы помогаем врачам выхаживать недоношенных малышей, благодаря тёплым изделиям из натуральной шерсти и вот таким вот игрушечкам. Люберецкие женщины связали тысячи тёплых изделий. Галина Лабаева в прошлом – медицинский работник. Здравоохранению посвятила 47 лет. Вязанием увлекается с детства. Это очень успокаивает и расслабляет. А потом само понимание, что ты делаешь доброе дело, это очень большое стоит. Поэтому я всем советую. Развлечение, посмотрите, какое красивое. И главное – нужное. Светлана Познякова появилась на свет в Люберецком роддоме. Позже здесь родила троих детей. Вязание – её хобби. И она тоже присоединилась к акции. Это пледики для маленьких детишек, шахстяные. В отделении реанимации и интенсивной терапии новорождённых – четверо детей. Самый маленький ребёнок весит 830 граммов. Самый большой – килограмм 800. Согреванию тела детей способствует не только медицинское оборудование. Уже давно мировой педиатрии, мировой нанотологии, реанимации новорождённых доказано, что вот эти вещички оказывают дополнительное действие. Не только согревающее, но и тактильное действие. Вот, например, новорождённые, трогая лапки осьминожка, они представляют себе как бы пуповину. У них есть подсознательное воспоминание о нахождении в внутриутробном состоянии. И вот это вот всё успокаивает наших малышей и способствует их выхаживанию. За первый квартал 2022 года в Люберецком роддоме появились на свет 974 ребёнка. Самым крохотным малышам уже передали тёплые вещи, которые связали мастерицы из Союза Женщин России. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошло благотворительное мероприятие «Путь к звёздам». Дети из социальных учреждений Московской области, а также из республик Донбасса посетили научно-производственное предприятие «Звезда». Познавательную экскурсию организовал благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток». Наша съемочная группа присоединилась к этой встрече. Здравствуйте! На предприятии «Звезда» дети-гости частые. Сотрудники научно-производственного комплекса охотно проводят для них экскурсии. На этот раз двери уникального завода открыли для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ещё одна группа мальчики и девочки из Донецкой и Луганской народных республик. Музей и демонстрационный зал посетили 40 человек. Признаются, этот визит запомнят на всю жизнь, ведь такие экспонаты не увидишь больше нигде. Я впервые увидела катапультирующие кресла, также я впервые увидела скафандры для собак, и я впервые увидела, в каком положении космонавты вылетают в космос. Это было очень интересно, захватывающе, и благодаря рассказу космонавта ещё мы узнали некоторые подробности, которые бы, наверное, экскурсовод нам никогда не рассказал. Такой подарок и уникальный шанс стать ближе к космосу ребятам предоставил благотворительный фонд «Исток». Его президент Екатерина Багдасарова тоже приняла участие в экскурсии. Вместе с детьми ознакомилась работа единственного в России предприятия, производящего индивидуальные системы жизнеобеспечения лётчиков и космонавтов. Я уверена, что вы узнали много нового сегодня. Да или нет? Да! Мы очень рады. Мы все знаем, что 12 апреля 1961 года произошло грандиозное событие. Юрий Гагарин совершил полёт в космос, и началась эра освоения космоса. И наша задача не только беречь память о покорителях космоса, но и чтить мужество сегодняшних космонавтов. Непростая у нас сейчас ситуация. Надо всем держаться вместе, поддерживать друг друга. И я, прежде всего, желаю вам всем, конечно, светлого и хорошего будущего. В этом году «Звезда» отметит круглую дату. 2 октября ведущему научно-производственному предприятию исполнится 70 лет. Школьники Подмосковья инициировали акцию «Доброе дело». Они предложили открыть в общеобразовательных учреждениях столичного региона пункты сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса. Городской округ Люберцы не остался в стороне и присоединился к благотворительному проекту. Подробности в сюжете моих коллег. Принесли средства личной гигиены для жителей Донбасса и Луганской Республики Народной. Мы считаем, народы эти братские, поэтому не сомневались в том, что стоит поучаствовать в данной акции. Это, в общем-то, наше общее горе. У нас очень много, в общем-то, и детей здесь. У нас сейчас приезжают дети из Донбасса тоже. В моем классе девочка появилась. Дети, в общем-то, с сочувствием относятся, и мы все, естественно, мы их поддерживаем. Пункт сбора гуманитарной помощи в 4-м лицее стал местом притяжения неравнодушных людей. Продукты и вещи первой необходимости приносят не только сотрудники и воспитанники образовательного учреждения, но и жители ближайших домов. Мы узнали про эту акцию и посчитали для себя невозможным не поучаствовать в ней, потому что у меня муж военный. Мы сейчас за ситуацией в Украине очень следим, переживаем. И хотели помочь, чтобы людям полегче переносилась вот эта ситуация. Ученицы младших классов, в свою очередь, решили поддержать жителей Донбасса морально. Подготовили для своих ровесников рисунки. Памятные подарки доставят адресатам вместе с гуманитарным грузом. Я изобразила на нем надежду, любовь для детей Донбасса, у которых сейчас нет видного неба. Чтобы они были счастливыми. Такие точки добрых дел открыли во всех школах и гимназиях городского округа Люберцы. На каждом пункте сбора гуманитарной помощи работают волонтеры. Помогают расфасовывать товар по коробкам. Пытаемся, чтобы вес не превышал 6 килограммов, для того, чтобы можно было и разгрузить в пункте муниципальном все эти товары, а дальше уже на распределительный центр направить Домодедово. Надеемся, что вклад люберецких школьников и жителей городского округа Люберцы будет очень значим. И надеемся, что он будет оценен. Кроме продуктов с длительным сроком хранения, жители городского округа могли передать средства личной гигиены, постельной принадлежности, игрушки, книги и констовары. Одним словом, все, что сегодня крайне необходимо жителям Донбасса. Луиза Игия Зарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Жители городского округа приняли активное участие в акции по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Товары первой необходимости принимали в школах и гимназиях. С теми, кто совершил доброе дело, пообщались мои коллеги. Несмотря на выходной день, 24-я гимназия заполнена людьми. Кроме учителей и школьников, здесь жители ближайших домов, которые узнали о благотворительной акции, направленной на помощь жителям Донбасса. Многие пришли сделать доброе дело вместе с детьми. Мы своих не бросаем, постараемся поддерживать, чем можем. Я понимаю, как сейчас сложно всем жителям, которые сейчас в Донбассе. И мне прям очень сильно хочется помочь. Я бы хотела пожелать, чтобы они никогда не сдавались и продолжали жить в радости. Акция «Доброе дело» проходила в школах городского округа Люберцы на протяжении всей недели. Сегодня заключительный день проекта. Такую инициативу проявили школьники Подмосковья. Идею поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. На всех точках по сбору гуманитарной помощи работали волонтеры. Мы получаем эту гуманитарную помощь. Здесь ее распределяем по категориям. Это консервы, это средства личной гигиены. И потом это все в дальнейшем формируется в коробки и отправляется в Ростовскую область. Важно помогать друг другу, нуждающимся. Каждая помощь. Сейчас цена для каждого. Свою лепту в большое доброе дело внесла и заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова. Совместно с главой городского округа Люберцы Владимиром Ружицким она посетила пункт сбора гуманитарной помощи. Вместе с предметами первой необходимости передала маленьким жителям Донбасса письма от детей сотрудников дорожно-транспортного комплекса. Это рисунки или письма. Они желают мирного неба, желают детям быть со своими родителями, желают приехать в гости и предлагают встречаться. Акция здесь проходит на высоком очень уровне. Созданная атмосфера как бы и праздника и очень трогательно, что люди идут сюда. Наши жители очень трепетно и очень внимательно отслеживают, что происходит. Ну, волнуются, естественно. Я и со многими сам говорил. Наши люди очень небезразличны. И вот все вот эти дни, в принципе, кто чем может, тем как бы стремится помочь, сформировать какой-то свой, какой-то пакет помощи. За неделю жители городского округа Люберцы собрали более трех тонн гуманитарной помощи. Ценный груз будет доставлен до адресатов в ближайшее время. Уиза Иги Азарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Владимир Ружицкий проинспектировал ход капитального ремонта гимназии номер один. Он проходит в рамках госпрограммы образования Подмосковья и программы капитального ремонта школ, инициированные президентом России. Внутренние демонтажные работы завершены. На этажах начали отделку стен. Впереди – монтаж всех инженерных систем. В здании заменят электропроводку, отопительную систему, горячее и холодное водоснабжение. Погода наладилась, поэтому приступают и к ремонту кровли. Уже устанавливается обрешётка, контробрешётка. Думаю, до конца апреля мы начнем монтировать металл. Внешний вид здания будет изменён. Дизайн-проект разработают и согласуют с родительским комитетом школы. На проведение ремонтных работ выделены средства из муниципального и регионального бюджетов. Я сегодня переговорил с подрядчиком, который целый ряд вопросов здесь достаточно грамотно решает. Здесь директор школы Татьяна Викторовна, которая тоже имеет определённый опыт и ведёт контроль за этими работами. Поэтому нет опасения, что мы завершим эти работы, а работы сложны достаточно именно к 20-м числам августа. Проект капитального ремонта прошёл государственную экспертизу и получил положительное заключение. На финальном этапе экспертизы сметной документации. 1 сентября гимназия номер один и шестая инженерная школа, в которой также сейчас идёт ремонт, вновь распахнут двери. В городском округе Люберцы появился ещё один полисадик. Детское учреждение на 75 мест расположено на Некрасовском проезде. Оно разгрузит очередь в ясельные группы в микрорайоне «Самолёт». С воспитанниками и сотрудниками мини-садика познакомились мои коллеги. Где у зайки ушки? Вот? Да, покажи. Игры, завтрак, обед, сон и прогулка по расписанию. Единственное, чем полисадик отличается от детского сада, здесь нет образовательной программы. Воспитатели дарят малышам только заботу, внимание и любовь. Мы начали совсем недавно работать здесь, принимать деток, вот таких маленьких, крошечных. Детки очень интересные, послушные, совсем не плачут у нас. В новом учреждении три группы. В каждой по 25 детей в возрасте от полутора до трёх лет. Полисадик работает с 7 утра до 7 вечера. Но на весь день остаются пока не все малыши. Адаптация проходит для детей по два часа. То есть деток приводят утром, мамы оставляют. Но мамы, конечно, очень нервничают. Всё равно все находятся рядом, в шаговой доступности. Все ждут, как, что. Но детки, в принципе, уже адаптированы. Они начали ходить у нас с понедельника. И, в принципе, уже практически без слёз. Это уже второй мини-филиал детского сада «Самолётик» в этом районе. У дошкольного образовательного учреждения два основных корпуса и ещё один полисадик на улице Озёрная. С таким важным событием жителей округа поздравил Владимир Ружицкий. Я хотел бы сегодня родителям пожелать, чтобы они каким-то образом были спокойны за детей. Коллективу детского садика Светланы Викторовны здесь, я думаю, что вы успешно справитесь с этими дополнительными задачами. Ну а, ребята, я вам пожелаю, чтобы вы не болели. Не будете болеть? Нет! Нет, все говорят. Полисадики в густонаселённых районах открывают по поручению губернатора Московской области. В этом году в городском округе Люберца появится ещё один мини-сад на базе инженерно-технологического лицея. Уиза и Гязарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В школе номер 28 Люберец состоялся открытый урок по местному самоуправлению. Провёл его Владимир Ружицкий. Он рассказал об основах устройства муниципалитета и ответил на вопросы школьников. Подробнее в нашем сюжете. Есть представительское местное самоуправление. Потому что слово самоуправление под собой подразумевает, что люди, проживающие на территории, сами управляют. Сегодня у старшеклассников необычный урок. В качестве преподавателя выступает глава округа Владимир Ружицкий. Это отличная возможность для молодого поколения узнать из первых уст всё об устройстве и развитии муниципалитета. Московская область и многие другие пошли по принципу районы, трансформировались в городские округа. И вот городские, у нас городской округ, у нас в городском округе 5, по сути, есть поселений. Это кроме Люберец, из нас ещё знаете, Малаховка, Томилино, Красково, Октябрьский. В обязанности местной власти входят организации строительства жилья и социальных объектов, больниц, школ, детских садов, ремонт и проложение дорог, благоустройство дворов, парков и многое другое. Глава, он распоряжается, выполняет те решения, которые принял совет депутат. Поэтому, естественно, эти суммы, денег на школы, на улицы, на снег, на траву косить, на дороги делать, ямы заделывать. Вот глава в этом диапазоне работает. Половину урока Владимир Ружицкий посвятил ответом на вопросы учеников. Старшеклассников интересовали все подробности деятельности главы, начиная с завтрака и заканчивая перспективами развития округа. Парк, школа, ДК, стадион, фо, храм. То есть вот это появляется такой центр города, и у нас это все как бы в предпроектных решениях проработано. Как вы думаете, при устройстве на работу, что важнее, опыт работы или качество образования? Образование нужно для развития, саморазвития, где-то самоутверждение, и оно вам поможет эту профессию освоить, там, опыт на работе. Глава подчеркнул важность интеллектуального развития молодого поколения. От них зависит будущее. Некоторые из ребят задумались всерьез заняться политической карьерой. Я уже с девятого класса участвую в молодежном парламенте. Я представитель депутата молодежного парламента. Мне понравилось, что Владимир Петрович, как и все мы, как и обычно люди, относится ко всему. То есть нет какого-то взгляда сверху. То есть я в нем увидела такую честность, исконность. Мне очень понравилось, было очень приятно пообщаться с таким умным, опытным человеком. Меня удивило то, что будут заниматься Люберцами один. Это очень приятно. Я очень часто там бываю. Мне бы было приятно, если бы его как-то реконструировали. На встрече присутствовало более 50 старшеклассников. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Первый открытый фестиваль школьных музеев прошел в городском округе Люберцы. Инициатором патриотического проекта выступили сотрудники музейно-выставочного комплекса. Школьники представили на суд профессионалов стенды своих образовательных учреждений. Какую оценку они получили за свой труд, расскажем в следующем сюжете. Случай, когда в одном помещении представлено сразу несколько музеев. Примечательно, что каждый по-своему уникален. Гордость 11-й школы, которая носит имя героя Советского Союза Евгения Ларюшина, вот эта книга «Молодая гвардия». Казалось бы, ничего особенного, но на ее форзаце подлинный автограф Юрия Гагарина. 30 сентября 1965 года Юрий Алексеевич Гагарин приезжает в Люберцы на 25-летие своего учебного заведения. Именно ремесленного училища. К встрече с космонавтом наши школьники, школу номер 11, готовились с большим энтузиазмом, потому что именно им и учителям. Школу номер 11 была предоставлена честь выступить с поздравлениями на том мероприятии. В тот момент у одной из преподавательниц, а точнее Сергея Елизаветы Александровны, с собой был роман «Молодая гвардия», и она попросила подписать Юрия Алексеевича Гагарина эту книгу. Всего в Люберецком краеведческом музее представлено 17 стендов. Именно столько школ и гимназий приняло участие в первом конкурсном фестивале. Идея проекта родилась еще в 2019 году, накануне 75-летия Великой Победы. Но из-за пандемии воплотить его в жизнь удалось только сейчас. Мы собрали в одном месте все визитные карточки этих школ. Потому что порой бывают люди друг к другу в гости не ходят. Проще прийти в какое-то одно место, где есть их невизитные карточки. Вот тем самым мы побуждаем, конечно, и патриотическое воспитание у наших, как краеведческое воспитание, знать, откуда мы пошли, откуда наши истоки. Ну и, соответственно, гордиться нашей родной России, нашей родной страной. Работы участников судили по четырем номинациям. Лучшая экспозиционно-выставочная деятельность патриотической направленности и краеведческой. Лучший экскурсовод и уникальный экспонат. Перед членами жюри стоял сложный выбор, но сделать его, тем не менее, пришлось. В каждой категории определили лауреатов первой, второй и третьей степеней. В номинации «Лучшая экспозиционно-выставочная деятельность военно-патриотической направленности» лауреатом первой степени становятся военно-патриотический музей сцены Отечества, Танецкая школа, руководитель музея Ирина Владимировна Квартанова. У жителей городского округа есть возможность увидеть конкурсные стенды и экспозиции своими глазами. Выставка фестивальных работ будет проходить в Краеведческом музее до 10 мая. Луиза Иги Азарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Центральном парке состоялась экологическая акция «Сдай макулатуру, спаси дерево». Учащиеся четырех школ округа принесли вторсырье на переработку. Подробнее в нашем сюжете. «Я пишу сюда, чтобы спасти дерево. Я принес сюда книжку, чтобы сдать инкературу». Самый юный участник экологической акции еще не выговаривает слово «макулатура». Но в свои четыре года Даня осознает важность сохранения природы. Акция «Сдай макулатуру, спаси дерево» проходит дважды в год. Сегодня в ней приняли участие ученики гимназий номер 1, 44, 56 и 4 лицея. В прошлом году этот лицей собрал 5 тонн вторсырья. «У нас 31 человек в классе. Принесли старую бумагу, книги, тетради, чтобы переработать. Не надо тратить лишние деревья. Это, во-первых, кислород наш, срубить дерево. То есть белка может потерять дом. Так же, как и птица может потерять гнездо». По итогам прошлого года городской округ Люберцы собрал более 11 тонн макулатуры. Активное участие принимают у нас предприятия, школы, жители, общественные организации. Мы проводим в школах мастер-классы на предмет раздельного мусора. И данная акция как раз существует для того, чтобы нам спасти лесные массивы. Акция является эко-марафоном. Количество собранной макулатуры переводят в эко-балы. На выигрышные баллы округ получит саженцы деревьев, которые высадят в рамках акции «Лес Победы». Самым активным жителям округа вручат подарки и присвоят звание «Эко-герой». «Весенний такой марафон по сдаче макулатуры – это такая добрая советская традиция. И я думаю, что если не ваши родители, то ваши бабушки, дедушки вам рассказывали, как они в свою молодость, свою бытность проходили все эти акции». Круглый год можно сдать вторсырье на пункт приема отходов «Мегабак». Также в рамках акции организован вывоз макулатуры весом более 500 килограмм из общеобразовательных школ. Для спасения одного дерева требуется 60 килограмм макулатуры. На одном гектаре 40-летнего леса прорастает около полутора тысяч деревьев. Для их сохранения требуется существенный объем вторсырья. Чтобы достигнуть такого результата, нужно действовать сообща. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Подмосковье стартовала экологическая акция «Шина». Инспекторы ГИБДД предупреждают автомобилистов не только о необходимости сезонной смены шин, но и рассказывают, как правильно утилизировать изношенные покрышки. «Сейчас все приобливаются, она из летней резины. А покрышки утилизировать надо правильно, поэтому мы вам хотим дать такой буклет. По QR-коду вы можете увидеть пункты сбора покрышек отработанных по Люберцам». Максим Максимов узнал об этой акции только сейчас. Раньше искал места для утилизации шин через интернет и затем отвозил их за город. Теперь далеко ездить не надо. «Покрышек реально много. В принципе, такая акция необходима, чтобы люди знали, куда их отправлять». На территории Подмосковья программа создания пунктов бесплатного сбора шин стартовала 10 лет назад. Люберчанка Наталья Муравьёва участвует в экологической акции не первый год. «А можно у вас попросить еще парочку своим друзьям передам? Конечно, для друзей и знакомых ничего не жалко. Спасибо большое». «Отработанная покрышка в земле разлагается более 100 лет. Она загрязняет почву и грунтовые воды токсинами и канцерогенами. Поэтому как раз в период, когда автомобилисты переодевают зимнюю резину на летнюю, встает вопрос, что делать с зимней». В рамках реализации экологической программы для безопасной утилизации шин Фонд рационального природопользования ведет круглогодичный бесплатный сбор покрышек. На сегодняшний день в округе открыты три пункта приема отработанной резины. Отсюда ее забирают и привозят на комбинат экологического обслуживания. В промышленной зоне в Машкове происходит ее утилизация и переработка. «С этого момента начинается перерождение шины. Здесь она, пройдя переработку, получит свою вторую жизнь». По транспортеру покрышки поступают в дробильную машину. Их рубят на крупную фракцию, которая попадает на конвейерную ленту. Процесс занимает не более минуты. «Здесь мы наблюдаем шины после первичной рубки. Вы видите, фракция еще очень крупная, металлокорб не удален, но шина прошла уже первый этап своего перерождения». В составе шин содержится не только резина. Металл и текстильное волокно отсеиваются, а резина измельчается. «Это одна из завершающих стадий нашего производственного процесса. Происходит отсев фракций. У меня в руке мы наблюдаем фракцию 2,5 мм. Это та часть резины, которая в будущем идет на производство резиновой крошки для спортивных и детских покрытий». Продукцию используют при обустройстве стадионов и беговых дорожек, в изготовлении парковочных столбиков, фигур для детских площадок, мягкой черепицы и других резино-технических изделий. В весенне-осенний период на предприятии перерабатывают до 50 покрышек в день. Из 10 килограммов цельной резины получают до 8 килограммов крошки. В прошлом году по итогам экологической акции «Шина» в округе собрали 374 тонны отработанных покрышек. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин